Друзья, всем привет! Вы на канале Андрей Фермер. Мы продолжаем работать на моем заднем фоне. Фура. Сейчас будем ее грузить. Это у нас в этом сезоне, ну не последняя, еще одна будет фура. Грузится картошкой, там может чуть-чуть семенной будет грузиться. Тонн 10 еще излишки. И все. Хранилище будет полностью пустое. Остальное все мы высадим. Сейчас работает вентиляция у нас. Ну, потому что был морозец. Нагоняем холодный воздух в хранилище. Это, наоборот, будет плюс для того, чтобы остудить его. Там сейчас было 10 градусов тепла, сейчас уже подскинется. В общем, серия будет интересной. Наливайте чаек, кто-то любит кофе, бутеры. Поехали! Друзья, я вам уже рассказывал про систему Когнитив Агропилот. Это полностью наша отечественная разработка. Делают ее в Томске. Система ставится как и на трактора, так и на комбайны. Отечественная, импортная, неважно. Подходит на любой вид техники. Основа данной системы – это искусственный интеллект. Система сама управляет машиной и ведет ее по заданной траектории. Благодаря этой системе комбайн уверенно идет по кромке, рядку или волку, повторяя даже изгибы. Система снимает излишнюю нагрузку с оператора. Оператору остается только контролировать процесс. Благодаря очень точному ведению, система уменьшает количество проходов, тем самым экономит топливо. И самый главный ресурс в сельском хозяйстве – это время. Система Когнитив Агропилот проста в управлении. Обучение занимает не более 10 минут. На полях под управлением данной системы трудятся уже более тысячи машин. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Сажалка у нас готова к выезду. Даже еще есть препарат. Ну, удобрение только подсыпать и заправиться. Этот трактор у нас приготовили 12-21. Сейчас доедем, раскидаем по-быстрому удобрение. Выгоняем всю технику. Всю технику вчера загнали в хранилище. По той простой причине морозы. Морозы у нас до 3 градусов, 4 градуса бывает ночью. Но, несмотря на это, сажаем. Картошки в земле никогда ничего не бывает. Сейчас едем вносить удобрения. Было очень много вопросов по нашему навигатору. Ну, у нас обычный, самый стандартный агронавигатор. Называется он Фарм Агронавигатор. В принципе, машинка рабочая. Вот у нас уже пятый сезон. Был человек, который писал, что у него там что-то плохо работает. Но у нас вроде бы нормально. Единственное, сама вот эта рамка, она сделана из пластика. Вот эта. И она у нас лопнула. Я сделал вот такое обрамление из-за уголка металлического. И вот оно более-менее входит. А так тут из-за вибрации он постоянно отключался. Сейчас не отключается. В принципе, показывает с точностью до 30 сантиметров. Но это когда хорошая погода, там еще лучше. Так 30 сантиметров плюс-минус. Сейчас покажу, как отбиваю полоску на нем. Вот приехал на край поля. Это у нас поля. Сюда будем сеять Балтик Роуз. Сажать, точнее. У меня осталось удобрение. 15-15-15-15-15. Я хочу его рассеять с этого края. Ну вот, ближе к базе которой. А потом с того края уже буду раскидывать диамофоску. 10-26-26-26. Потому что хочу попробовать провести эксперимент. Вот сейчас я здесь раскидаю это удобрение. Там диамофоску. И от диамофоски опять начнем 15-15. Чтобы было понятно, на одном сорте есть ли разница в урожайности. Ну, прикинуть, как лучше будет картошка. Нет, если будет лучше, то мы перейдем на диамофоску. Ну, так и работаем. Потихоньку приходится экспериментировать. Хожу я на 6-й пониженной. Скорость получается 10 км в час. Разбрасыватель выдает 400 кг на гектар. Ну, там 390-400. Все зависит от того, где сбросил газ, где прибавил. Сейчас будем отбивать полоску. Тут вот очень много вариантов введения. Можно прямую линию сделать. Можно будет повторять все изгибы. Можно прямое направление. Но направление нам не надо. Нам надо просто прямая линия. Сейчас мы выбираем прямая линия. И вот он будет от точки А показывать нам к точке Б. Ну, точнее, мы до точки Б уже включим его нам линию на черт. Сейчас я отключаю закрашивание. Набираем скорость. Открываю. И он начинает разбрасывать. Мы едем. Вот чуть-чуть проезжаем буквально и включаем. И вот теперь у нас ведет по линии. Ну, патруливаю периодически. Получается более-менее точно. А вот она и наша Диамофоска. Она у нас была на базе. Он помаленьку ее привез не спеша. Сейчас высыпаем сюда в разбрасыватель. И я уже еду на тот край. По структуре это такое же удобрение. Я думаю, нам ничего перенастраивать не надо. Попробуем так, сколько она выдаст. Наша бабочка. Ром. Друзья, запоминайте ориентир. Здесь вот дорога у нас от дорога и дальше пшеница. Это от этого края у нас будет Диамофоска. Но где-то два прохода получится. То бишь, 50 метров, грубо говоря. Но 48. Вот так. Плюс-минус. 24 метра захват у нашего разбрасывателя. А после этого метража у нас уже пойдет пятнашка. Ну, и будем сажать здесь один сорт, чтобы было более понятно. У меня получилось примерно по расходу так же. Чуть осталось еще бабочки. Ну, как раз выходит 400, может чуть-чуть побольше. Там 410 килограмм на гектар. Поставил канистру. Просто ничего больше нету подручного, чтобы поставить и отметить. Потом буду ехать уже с базы, когда сажать. Я, Дядя, полик с собой возьму. С одной стороны поставлю и с другой. А с другой стороны тоже что-нибудь поставлю, чтобы отметить. Я закончил. Получилось где-то 10 гектар. Но у нас еще есть 10 гектар. Короче, всего получилось 33 гектара на сегодняшний момент. Это с той землей, которую мы уже сажаем. Но еще есть запас. Но 3 гектара будет плюс-минус где-то может, если болоться, не получится посадить. Но все равно. Субтитры сделал DimaTorzok. Вчера попробовал я первый выезд на этом тумане на опрысывание. И что-то он не дает давления. Ну, стрелка то 3, то 4 прыгает. Ну, а потом я понял, там шланг один. Он весь помятый. Мы-то особо этому не придали значения. Он весь полопанный из-за этого. Короче, воздух подсасывает. И насос не может нормальное давление дать. Вчера я доехал, рассадил леле. Но особо не стал этот момент снимать. Еще там выехали, полмашины рассадили и приехали. Долком нет. Сегодня будет поинтереснее. Сегодня хотим выехать, опрыскать хотя бы несколько участков. Пшеница перерастает. И сроки уже поджимают. Запускаемся. Подсосик. Чуть прогреется. И будем подъезжать заправлять бочку. Но сначала поменяем шланг. Закончили мы эти мелкие участки, которые рядом с базой. Сейчас будем переезжать на большой участок. У меня полная бочка. Не рекомендуется двигаться с жидкостью, но я еду. Там дед едет на тракторе с прицепной бочкой. Три тонны. И плюс еще маленькая бочка на ней висит. 600. Ну, короче, грубо говоря, на 5 бочек нам должно хватить. Ну, с моей 6 будет обработан. Давать будем 60 литров на гектар. Получится, одной бочкой хватает на 10 гектар. Вот 50 гектар. 60 мы можем сделать за выезд. Но завтра, может, еще какую-нибудь бочку поднайдем, чтобы побольше воды сразу везти, и будет намного ловчее. Крылья. Самое трудное на этом опрыскивателе сложить эти крылья. 33 человека надо. Не знаю, почему их так сделали, но в любом случае другого варианта нет. Сейчас я еду, жидкость мешается, но по инструкции посмотрел, больше 25 гектар ехать нельзя. Потому что насос включен. Я не стал снимать слепь, ее потом надо одевать, мучиться там, снимать натяжник. Еду с ней, вот 25 километров в час больше мне двигаться нельзя. Ну, можно чуть побольше, там, 30-ку, но не больше. Не как раньше я ездил, по 50. Было нормально передвигаться между полями. Все равно, пока я еду, дождусь меня. Вода есть, но разложиться я не смогу в любом случае. Это не гидравлик, а тут все механические, и крылья тяжелые. И надо и болты вставлять, и крылья придерживать, поэтому пиздеца никуда. Взяли помку, мотопомку, вот ей будем перекачивать. Сейчас я его чуть-чуть потом гоню. У него там препараты, у меня препараты, это паслись как положено. Работаем сейчас препаратом опричник. До этого работали балериной, супер, но она вообще хорошо помогала от сорняка. Не знаю, как опричник, это наш препарат. Все покажет. Опыт. До этого я тоже российским когда-то работал острень, он вообще не это. Ну, изначально начал сорняк увидать, но потом по новой возобновился. Вот посмотрим, как опричник. Говорят, это аналог вот этой балерины. но по консистенции вроде бы похож. Но все равно не тон. и... Играет музыка. Продолжение следует... 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 затягиваем их я специальных открутил чтобы можно было слить воду так сейчас фильтр здесь у нас краники мне не ласточка дед который вот это батончики не я их батончик как-то не обожаю ласточка такие вот а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что я сейчас еду только на переднем мосту, у меня соскочила цепка с этого колеса и пришлось мне снять с серединительной оси цепь и поставить. Цепи у меня тут в ногах валяются. Но надо соединительные будет, потом мы их поставим. Сделаем все будет как часики работают. Но сейчас пока так, это нормально. Пока я не спеша разливал бочку, я уже съездил, заправил полную и привез еще препаратов. Но я долго разливал, потому что цепи соскочили. Потом я их подтянул, сейчас вроде бы не соскакивает. Но и потерялся холодик с крыла. Но это сейчас найдем. Будет медленно ехать. Ну точнее ехал так же, но просто аккуратно. Тогда можно чуть побыстрее работать. Ну ничего, сейчас все сделаем и дальше пойдем. Сегодня мы должны хотя бы больше пол поля сделать, чтобы завтра можно было закончить. Будем стараться сегодня добить, но не получится. Воды не хватит. По препаратам у нас опрычник закончился. Будем работать астериксом. Ну, в прошлом году мне не понравилось, как он работает, но все равно другого просто у нас нет. И есть у нас еще остатки былой роскоши. Здесь вот упаковочка балерины. Ее я берегу для овса. Она очень хорошо по овсу работает. Ну, сколько останется, надеюсь, на вес нам хватит. Ну, ее немного надо. У нас там всего 5 гектаров овса, а это капля в море. По препарату, по расходу все точно так же. 0,6 на гектар. Делаем по максимуму. Можно от 0,4, но мы делаем 0,6, потому что в фазу успеваем. Ну и сорняка много, чтобы лучше сработало. Здесь хотя бы крышечка большая и хорошо открывается. Горловина выливает легко, удобно. Пахнет молоком. Надет. Нет, сполоснуть надо. Удобно выливать. Кстати, тоже, по-моему, наш отечественный препарат Астерикс. В прошлом году что-то мне не понравилось его работа. Не помню, какую дозировку я давал. Может, меньше. Прогнозирую в этом году хорошие урожаи пшеницы. Она просто идеальная. Единственное, я не знаю, как этот препарат по сорняку сработает. Но если все хорошо будет, то, я думаю, и урожай будет хороший. Кстати, вот прошлые следы наши от тумана. Их вообще не видно. Это когда мы подкармливали удобрения. Ну, а это вот, которые делаем сейчас. Ну, в любом случае, растение поднимется и будет расти дальше. Вчера мы так и не смогли закончить опрыскывание. На тумане порвалась топливная трубка. Весь бенз вытек, он заглох. И мне пришлось почти, там, 2, больше 2 километров идти пешком. С одного края, с другой, с другой, с другой. Уже было темно. Мы не стали ничего делать, бросили его в поле. Сейчас взяли пиздец и повезем. Взяли маленькую коницию, чтобы удобно было нести для того края поля. Направимся и бомчим. Дальше так происходит. У нас полная почка препаратов, все есть. Сегодня должны закончить. Я пришел и заняться плотник, как мы с вами наши картошники. Соседнее хозяйство тоже работает, дискуют. Наверное, буду что-то здесь сеять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лайкос, если так делали... Будет перекачиваться я бензонасосиком... Тут карбюраторная система влага... Пробуюсь, буду закачать... О, закварка... Друзья, многие спрашивают, можно ли вырасти сейчас что-то без удобрения... Вы вот когда видели ролик с квадрокоптера, там отчетливо видны желтые полосы, но это моя фатальная ошибка... Это участки, не пожгли мы их ничего, это вот именно участки, которые не подкормленные... Они прям видно... Зеленая часть это подкормленная, а вот желтая это не подкормленная... Этому растению просто не хватает питания... Получилось это из-за того, что на тумане я рассчитывал, что захват здесь 24 метра... Ну а по факту оказалось, скорость была меньше, чем мы планировали... И он кидал всего 22 метра, не докидывал... По навигации я ходил 24, а по факту он кидал 22 метра... И вот эти метр с одной стороны, метр с другой... Два метра вот эта полоса осталась... Да, я не спорю, все люди ошибаются... Я несовершенен, но я никогда себя не считал совершенно... Мы учимся по мере жизни... Ну это вот для меня будет урок, то что надо более тщательно к этому относиться, проверять... Лишний раз вылезти и посмотреть перекрытие... Ну первый раз, когда мы выехали, я ходил быстрее... И перекрытие было вообще четкое... Ну а потом расход не выдавал тот, который нужно... Надо было 100 килограмм, он там выдавал 80... Пришлось чуть скорость уменьшить... Заслонка была открыта на всю, на максимально... И вот уже репетировали скоростью... Из-за этого вот получились такие огрехи, к сожалению... Но самое главное то, что не перекормил... А не докормил это не так страшно, чем когда перекормил... Когда начинает посев желтеть... Именно по той причине много удобрения... Такое тоже бывает... Но благо я с этим не сталкивался... Еще один фактор то, что здесь вот этот привод... Ну именно от колес... Мы его будем менять... Мы купим просто бензиновый мотор... Который будет постоянно держать одни и те же обороты... Потому что сбросил скорость... Уже не докидывает... Набрал скорость... Перекидывает... Ну чтобы... Так же и с опрыскиванием... То есть давление не могу поймать одно и то же... Постоянно оно прыгает... И для этого мы на следующий сезон купим этот мотор... И все будет намного лучше... Так что внимательно надо к этому относиться... Иначе можно прогореть... Не судите меня слишком строго... Я рассказываю все нюансы работы... Бывают как взлеты, так и падения... И косяки бывают... Даже у тех людей... Которые занимаются давно фермерством... Да и вообще любым делом... Если ничего не делать... То косячить не будешь... Ну и делаться ничего не будет... Кстати вот соседи... Яблочники... Они занимаются садами... Тоже обрабатывают... Но у них там другая бочка... Специально для яблонь... Там виден трактор... Не знаю, нет... Но у них тут прям такой серьезный сад заложен... Ну все... Мы на финишной прямой... У нас остается совсем чуть-чуть... Добивая этот участок... Надеюсь препаратов мне хватит... Но остается еще там один проход... И небольшой высечок... Ну в принципе я же его проходил... Вокруг... Там даже... Может быть и косячка не будет... Один проход как раз... Вокруг... 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 Вокруг...